Быстрый, очень быстрый 3D принтер. И это не ускоренная съемка. Приветствую друзья, сегодня я вам расскажу о своем новом 3D принтере. Покажу, что успел на нем распечатать за время первого знакомства. Будет немножко процесса модерирования и реального применения 3D принтера в жизни. Также вас ждет обзор быстрого 3D принтера, с которым я экспедиторирую уже больше двух недель. И у меня сложилось о нем свое мнение. Посмотрим комплект поставки, расскажу о нюансах начала работы с принтером и его настройки. Поговорим о плюсах, минусах этого принтера, а также посмотрим качество 3D печати. Не переключайтесь, будет интересно. Принтер называется TUTRIS SK-1. Главная его особенность – скорость печати. Он позволяет печатать со скоростью до 700 мм в секунду. Для сравнения скорость печати стандартных принтеров, как правило, в районе 60-100 мм в секунду. Область печати принтера – куб со сторонами 256 мм. Это полностью перекрывает мои потребности для домашней печати. Крайне редко надо напечатать что-то крупнее. Принтер имеет прочную и надежную конструкцию. Управление производится посредством сенсорного экрана с удобным меню или через веб-интерфейс при подключении к сети Wi-Fi или по проводу. Поддерживается печать различными видами пластика, в том числе и гибкими. Давайте напечатаем на нем несколько классных моделей, а после я расскажу про принтер немного подробнее. Первая модель, которую я хочу показать – стандартный кораблик Benchy. Файл этой модели уже есть в памяти принтера. Было очень интересно, так как буклеты и производители говорили о том, что принтер справляется с его печатью менее чем за 20 минут, так так как обычная печать этой модели занимает около полутора часов. Так и вышло. Если не считать прогрев стола и сопла, на печать ушло всего 18 минут. При этом качество печати отличное. Особенно учитывая, что я использовал обычный пластик, а не для скоростной печати. Вторая модель – покрупнее и по теме моделизма. На моем маленьком 3D принтере эту модель было не распечатать из-за размеров, а тут в самый раз, даже с запасом не схватило. Это держатель для литников. В теории должно помогать на этапе сборки моделей. На следующей сборной модели я обязательно попробую. Напечать ушло порядка 3 часов 40 минут. На Новый год мой отец моделировал для внуков две фигурки, чтобы я напечатал для них. Одна из них – сова, для моего сына. Высота фигурки 15 метров. Время печати – 3 часа 40 минут. Другая модель – кролик. Это для моей дочки. Высота аналогична – 15 сантиметров. Напечать ушло чуть больше трех часов. Обе модели получились отлично, а дети по итогу в восторге. Само собой и про жену не забыл. Для нее была напечатана вот такая декоративная ваза. Можно использовать в том числе и как органайзер для карандашей и ручек. Время печати составило 1 час 40 минут. Еще для моделизма был распечатан поворотный стол. В комплекте с ним также печатаются пики, для того, чтобы окрашенная модель не прилипала к столу. Общее время печати составило около 6,5 часов. Очень давно засматривался на 3D модель Tesla KiberTrak. Печать в несколько цветов, а покрышки печатались с гибким пластиком. Не сразу удалось подружить принтер с ними. На большой скорости его зажевывают внутри печатной головы, так что в этом случае скорость пришлось снизить до 60 миллиметров в секунду. К сожалению, до выхода обзора я не успел купить закладные втулки, необходимые для полноценной сборки этой модели. Но примерно это должно выглядеть вот так. Время печати около 6 часов обычный пластик, плюс 1,5 часа покрышки к гибким пластиком. Еще дети выпросили вот таких дракончиков на брелки. Две штуки напечаталось за 1 час 20 минут. И друг давненько просил напечатать ему бендера из футурамы. С серым пластиком я намучился. Он единственный из тех, что я использовал плохо, прилипал к печатному столу и постоянно отрывался во время печати. Общее время удачной печати около 4 часов. Еще часа 2 было потеряно из-за отрывов. Ну и напоследок ситуации жизни. Потребовались держатели фанеры на днищей ящика комода, так как родные не справляли с задачей. Снял с оригинальных размеров и смоделировал аналогичные, только пошире, для надежности. На моделирование ушло порядка 7 минут, а на печать 12 штук около 40. В итоге получилось так. Удобный имеет 3D принтер под рукой и минимальный навык моделирования. Выручает не в первый раз. Ну а теперь подробнее о самом принтере. На Алиэкспресс этот принтер пока не продается, но можно заказать с официального сайта. Ссылка и купон со скидкой для моих подписчиков в описании видео. Внутри все надежно упаковано в плотный пенопласт. И несмотря на то, что курьеры были не очень аккуратны, на коробке было несколько пробоин, с принтером в итоге все в порядке. Принтер поставляется почти полностью собранным. В комплекте есть все необходимое, чтобы подготовить его и сделать первую 3D печать. Это сам принтер. Экран с крепежами. Краткая инструкция на английском и китайском языке. Пробная катушка пыла пластика на 200-250 грамм. Иглы для очистки сопла. Карта памяти для обновления прошивки принтера. Металлическая щетка для очистки сопла. Кусачки пинцент и отвертка. Набор шестигранников и ключей. Антенна Wi-Fi. Флешка. Переходник для обновления прошивки принтера. Набор болтов и запасное сопло. Кабель питания. И держатель для катушек пластика. Этапы подготовки принтера просты и справятся любой, даже неподготовленный человек. Первое. Необходимо убрать фиксаторы, которые удерживают печатающую головку. Второе. Установить держатель катушки пластика на два винта. Третье. Приведить двумя винтами держатель экрана. Присоединить провод и установить экран на свое место. Как видите, сборка элементарная. Это даже сложно назвать сборкой. Просто подготовка. Можно уложиться за 10-15 минут. Переходим к первому включению. Экран сенсорный и удобный. Интерфейс на английском языке. Возможность выбрать русский язык на данный момент отсутствует. Меню интуитивно понятно. В нем есть несколько экранов. Перед первой печатью обязательно надо сделать калибровку стола. Для этого заходим в четвертый экран меню на вкладку Calibrate. И здесь нужно последовательно пройти 4 этапа. В начале стол выравнивается по оси Z. Делается все автоматически. Потом идет настройка высоты сопла над поверхностью стола. Ручная регулировка делается всего в одной точке. Подсовываем лист бумаги под сопло. Бумага должна слегка цепляться, но не быть прижатой к столу. Регулировка осуществляется нажатием кнопок на экране. Никаких гаек под столом, как на других принтерах, которые были у меня до этого. Это очень удобно. Затем идет этап составления сетки стола. Принтер проходится по 36 точкам и делает автоматические замеры. Это необходимо для создания идеального первого слоя печати. Первый слой самый важный. Тут работает автоматика, так что делать ничего не надо. И в конце запускаем настройку компенсации вибраций. И здесь принтер также сделает все сам. Нужно только дождаться завершения и сохранить меня настроек. Далее нужно заправить пластик. Делается это так же просто. Для этого открываем второй экран и вкладку загрузки и выгрузки пластика. Устанавливаем катушку на место. Проталкиваем пластик в трубку до момента, пока принтер не издаст звук и мигнет подсветкой. Затем нажимаем кнопку загрузки. Дальше принтер сделает все сам. Вначале нагреет сопло до высолненной температуры, а потом начнет проталкивать пластик через сопло. Необходимо только дождаться завершения процедуры. Смена пластика происходит аналогично, только в обратном порядке. Теперь можно запустить печать 3D модели. Для этого вставляем в бриттер флешку с тестовым файлом. Выбираем его и запускаем печать. В результате получился вот такой куб. Я напечатал в нескольких экземплярах и с разными настройками. Использовал ПЛА и АБС пластик. С АБС пластиком пришлось повозиться, а вот с ПЛА все получилось в первого раза. Точность печати куба сотые или десятые миллиметра. И это все на скорости печати в 600 миллиметров в секунду. На черновом качестве высота слоя 0,28 миллиметра, а минимальная высота слоя 0,08 миллиметра. В этом режиме слои еле заметны, если только приглядеться. Для подготовки к печати модели вам необходимо выбрать и установить один из слайсеров, через который вы будете конвертировать 3D модель в файл для принтера. Я использую бесплатный вариант слайсера Pura. Он не единственный, так что выбирайте тот, с которым вам удобнее работать. Отдельно коротко расскажу об управлении принтером через веб-интерфейс. Он становится доступен при подключении к сети через Wi-Fi или сетевому проводу. Для этого смотрим на экране принтер IP-адрес и вводим его в браузер на компьютере. Веб-интерфейс доступен на разных языках, в том числе и русском. На главном экране можно увидеть следующую информацию. Последние запущенные на печать файлы. Температура и сопла в реальном времени с возможностью ее изменить. Управление осями принтера и экструдером. Консоль с возможностью ввода команд. Окно с макросами. Список файлов, загруженные во внутреннюю память принтера. Управление вентиляторами, светом и звуками принтера. Предосмотр G-код файла. Настройки ограничения принтера по скорости печати и ускорений. А также изображение с веб-камеры, если она подключена к USB-разъему принтера. Также есть отдельные экраны с консолью, списком задач, история задач, подстройка принтера, управление конфигурационными файлами, системный экран и экран настроек. На них подробно останавливаться не буду, в целом там все интуитивно понятно. Веб-интерфейс позволяет полностью управлять принтером и отслеживать его параметры удаленно. После 2,5 недель активной эксплуатации 3D принтера можно подвести итоги. Плюсы принтера. Поставляется практически собранным и готов к первой печати через 10-15 минут после распаковки. Очень быстрый. Скорость печати выше в 2-4 раза по сравнению с обычными принтерами, при этом качество печати не страдает. Веб-интерфейс и возможность удаленного управления принтером. Встроенная память. Нет необходимости постоянно подключать флешку, можно просто загрузить файл по сети и запустить печать. Встроенная подсветка. Мелочь, но уже не надо что-то придумывать, чтобы комфортно наблюдать за процессом печати. Удобный и простой процесс калибровки принтера и загрузки пластика. Практически все делается в автоматическом режиме. Большая босс печати полностью прикрывает мои потребности. С плюсами можно продолжать, но основные я наверное назвал. Теперь к минусам. Они тут тоже есть. Из главного плюса вытекает и главный минус. Принтер достаточно шумный. Особенно на максимальных скоростях печати. Это новый принтер. И как следствие местами сырая прошивка. Есть разные мелочи, которые еще не поправлены. Но ничего критичного. На качество печати и основной функционал это не влияет. А производитель ведет работу и по их исправлению. Уже было два обновления прошивки. Ну и для кого-то возможно будет минусом размер принтера. Он не компактный. Хотя у меня он идеально вписался на рабочем месте. Вот такой принтер теперь будет трудиться и помогать мне в быту и для хобби. Спасибо за просмотр и удачи! Спасибо за просмотр!